здравствуйте друзья сегодня наша тема как посчитать фальшбалку ведь сейчас очень модно и многие хотят иметь у себя на потолке это красивое изделие и так меня зовут алексей багрецов я руководитель компании лесобиржа и специально для вас мы разработали специальные калькуляторы чтобы было быстро и удобно сделать расчет того или иного изделия и так давайте посчитаем фальшбалку заходим на сайт компании лесобиржа ссылку вы можете найти в описании к этому ролику на калькулятор ну или найти его следующим способом спускаемся вниз здесь у нас находятся калькуляторы мы выбираем смертный калькулятор и выбираем вот здесь считать фальшбалку и так фальшбалки бывают разные фальшбалка бывает г-образная разная и о-образная фальшбалки бывают внутренние для того чтобы украсить ими потолки либо они бывают наружные наружные фальшбалки используются как откосы для окон а также они могут использоваться как накладки на углы то есть к ним могут может примыкать тот же планкен либо имитация бруса и так как же посчитать фальшбалку в нашем калькуляторе например возьмем п-образную фальшбалку она у нас будет 150 на 150 и на 150 размеры фальшбалки бывают внутренние и внешние то есть если мы знаем что у нас балка например 150 на которую надо надеть эту фальшбалку то выбираем внутренние размеры если нам все равно то в принципе можем пользоваться как внешними так и внутренними и так выбираем значит размер фальшбалки дальше смотрим какая бывает порода фальшбалка может быть из хвои из ангарской сосны из лиственницы из кедра из мдф шпона из термоясеня и из брашированной фанеры давайте попробуем выбрать фальшбалку из обычной хвои длина 3 метра количество фальшбалок вы можете регулировать вот здесь то есть нажимаем и например выбрать там три четыре пять нужное количество фальшбалок давайте возьмем три фальшбалки вот у нас три фальшбалки значит обработка древесины что такое обработка древесины то есть например в пве сорта а б бывают какие-нибудь осколы на сучках и так далее если мы хотим идеальную фальшбалку мы выбираем такую слугу как заделка естественных пороков что же это такое удаление смоляных карманов и вклейка лодочек реставрация вырывов в районе сучков реставрация выпавших сучков с помощью специальной термошпатлевки особенно актуально для сучковатой древесины сорта а б либо б ц то есть друзья мы можем значит выбрать вот такую заделку естественных пороков дальше фальшбалки часто брошируют то есть делают их искусственно состариваниями со старинными это очень красиво выбираем состаривание также можно выбрать термообработку то есть для того чтобы фальшбалка была максимально стабильной древесину можно термировать такую фальшбалку никогда не поведет она не треснет то есть это по сути дерево камень до уникальный материал который выглядит как дерево но лишь он всех его негативных свойств а вот его положительные свойства например красивая текстура будет ярко-ярко подчеркнутой термообработка то есть мы выбираем с вами фальшбалку из хвои состаренную брошированную термированную и заделка естественных пороков которые кстати можно отключить потому что состаривание само по себе предполагает некую поверхность которой заделка естественных пороков в принципе будет не нужно итак далее выбираем покраску покраска в цехе и например мы выбираем покраску маслом фальшбалки выбираем нужный нам цвет например это будет 1812 вот такой вот коричневый и смотрим заходим в смету итак друзья перед нами фальшбалка смотрите в каждой фальшбалке считается 20 сантиметров запас для подгонки по месту мало ли вы немного ошибетесь мы об этом позаботились чуть-чуть добавляем фальшбалки по 10 сантиметров с каждой стороны и вы можете ее спокойненько отторцевать под свой размер и не ошибетесь дальше обработка древесины это состаривание и термирование и покраска общий бюджет фальшбалок получился 23 тысячи пятьсот пятьдесят шесть рублей вы можете значит отправить себе на почту смету либо подготовить ее в pdf и скачать ее на свой компьютер скинуть ее к себе там в какие-то мессенджеры отправить кому-то вот пожалуйста то есть вот в таком виде вы можете и вы можете и Продолжение следует...